Как только дурак насытит брюхо в гостях, он сразу смотрит на дверь. А я надеюсь, что все мои уважаемые зрители – настоящие эксперты и ценители зубодробящих рубок, где нет места велосипедистам, а есть только жесткий хардкор из обмена ударами и зарубы кость в кость. Поэтому вы не будете смотреть на что переключиться, пока не досмотрите это легендарное событие до конца. Приветствую вас, дробящие позвонки и мурашки. С вами Федорович, а в этом видео мы вспомним очень знаменательное событие, которое вспыхнуло яркой звездой в мире единоборств, но быстро погасло. Необычный и очень интересный турнир Thermopile Team Combat. Нужно быть вежливыми с предками, чтобы не получить поджопники от потомков, а настоящими бойцами нужно восхищаться, чтобы не улететь в нокаут. Это финальный поединок славного турнира Thermopile Team Combat, который прошел два года назад между командами из разных регионов России. А в этой финальной встрече свою мощь будут показывать две лучшие четверки – команда «Кузня» из Краснодара против команды «Учкур» из Челябинска. Все предварительные четвертьфиналы и полуфиналы вы можете найти у меня на канале. А пока пацаны начинают рубиться, я скажу парочку слов о самом турнире и о его правилах. Для тех, кто видит такой формат поединков впервые. Во-первых, сам турнир был создан в честь ущелья Фермопилы, и название теоретически должно было быть «Фермопайл Team Combat», но почему-то написали «Термопилы», и сами комментаторы все время говорят «Термопайл». А если кто не знает, именно в ущелье Фермопил, по легенде, 300 спартанцев сдерживали многотысячную армию персов. Отсюда и идея такого ринга прямоугольной формы, что лично мне очень нравится, так как у бойцов нет возможности кружить и включать велосипед, а значит зрители постоянно наслаждаются суровой и зубодробящей рубкой. А если еще учесть, что у пацанов жесткие перчатки, больше похожи на снарядные, а бои проходят по правилам K1, то есть партер и клинч запрещен, то долгосрочный экстаз зрителям обеспечен. Теперь перейдем к правилам. В ринге находится по 4 бойца от каждой команды, но дерутся только двое на протяжении одного 5-минутного раунда, после чего судьи отдают победу одному из бойцов, конечно, если не было нокаута, а здесь они бывают очень часто. Итак, проигравший боец покидает ринг, а победитель остается и продолжает драться уже с другим членом команды, который, соответственно, выходит на бой свежим. Таким образом, поединок длится до тех пор, пока у команды не останется ни одного бойца. Нужно отметить, что победитель может сам покинуть ринг и уступить место товарищу по перчаткам, если он сильно устал или не хочет продолжать. Кстати, я вам показывал видео четвертьфинала, где один боец вынес троих подряд из противоположной команды и только потом сам ушел с ринга. Всем муравьям одного рафинада не хватит, а у каждого фана свои хотелки. Так многие зрители возмущались тем, что обе команды всем составом стоят в ринге, и это мешает бойцам, которые боксируют. Я с этим согласен, но и вы должны понимать, что это первый турнир, поэтому было много нюансов, которые организаторы должны были доработать. Кстати, по планам, ребята хотели провести международный турнир в таком формате, и это была бы настоящая бомба, когда команды из России, Америки, Германии, Голландии, Таиланда, Украины, Белоруссии и многих других стран провели бы такие турниры у себя, а потом, собрав лучших бойцов, сошлись бы сборными в таком замесе. Но, увы, как жена через 10 лет из стройной красотки превращается в пышную мадам, обещает похудеть, доедая пятый бутерброд с чайком, так и обещаниям организаторов не было суждено сбыться. Что этому помешало, непонятно. Может, пандемия, а может, финансовые проблемы. Но такой формат однозначно очень интересен и имеет право на жизнь. Ладно, сеять сечку не мешки с песком таскать. Так что я буду закругляться и дам вам насладиться атмосферой феноменальных поединков. Нажимай, нажимай! Да, Дарман выбрасывает много ударов, но все они только обозначают, так скажем, удары. И поэтому ему в старании ты не откажешь, ему в духовитости не откажешь. Но, да, есть и старание, есть и желание, видимо, но нету той ударной мощности. Вот мы видим, что это лоу-кики, они даже покраснение на ноге не вызывают. И боковые. А вот Анатолий свистанул один разов Никитенко и тут же сразу подсел Дахман. Удар в корпус идут, еще в прыжке. Да, Дахман работает как со спальни партнера на тренировке, как будто бережет его. Советуют не выматываться Никитенко, тут в принципе все понятно в этом бою сейчас. Николай спокойненько подкрадывается к своему оппоненту, наносит ему два-три жестких ударов и тот сразу как-то убедает. Вот пытался сейчас Дахман что-то финтить, обманывать, но тут такое ломовую усилищу включает Никитенко просто. Честно, слушай, человек закален в сечах, закален в боях. Да, очень интересно историю, конечно, Николая Никитенко посмотреть, из какого вида спорта. Ну вот тут, да, как бы сейчас без вариантов. Среди победы празднует команда Куся. Выкидайте, ребята! Поперю! Внимательно! Готовь! Любимец публики Евгений Зубарев. Да, вот сейчас найдет коса на камень. Евгений тот боец, в которого будет сложно попасть. Подскользнулся, мне кажется, Никитенко. Даже если сейчас Зубарев сможет Никитенко элиминировать, это, конечно, будет огромным достижением. Да, этот паренек уже заявил о себе, а если он еще сейчас сможет хороший бой противопоставить Николаю Никитенко, то, я думаю, мы его увидим еще в смешных наоборных и не раз. Книдатор на право у Тим Комарха тоже увидим его ряда. Поперю! 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 Ой-ой-ой, какой мощный удар! Все, это нокаут. Это тяжелый нокаут. К сожалению, да, для Евгения Зубарева все закончилось. Никитенко буквально срубил его. Для этого молодого парня турнир закончился. А для его команды пока все еще продолжается. Пока еще двое у них. Княжик и Чернов. Им стоят до конца. Против всего набора кузни. Никитенко уже за сегодняшний вечер победил скольких пятерых соперников. Да, ведь он же сам ушел в четвертьфинале, получается. Да, да, да. То есть уже пять человек он вынес. Тут интересно, будут ли вести организаторы личную статистику каждого бойца. Это ведь тоже достаточно интересно. Хотя и понятно, что некоторые уходили там по своей воле с фермопила. Личная статистика, это тоже интересно. Когда-нибудь там через пару-тройку лет, когда там Никитенко, допустим, с рекордом 20-0 будет выходить в составе кузни. Потому что ты за один вечер можешь провести там 9-10 боев в этом формате. Вот мы видим, что сейчас немножечко более свежий князев пытается Никитенко поджать. Ну, это и того нисколько не смущает. Да, Никитенко очень много готов принимать ударов на себя. Его не пугают вот эти вот серии, которые на него обрушивают. Он спокойно ставит блок и принимает на себя 2, 3, 4, 5, 10 ударов. А потом бьет. А потом бьет так, что люди падают. Пытается-пытается князев сейчас его переиграть. Ну да, ведь пока за сегодняшний вечер никому чисто победить Никитенко не удавалось. Это прямо даже непопытно. Очень правильное оружие Кузник, конечно, в финале запустила сразу. То есть танк из своего выставили. Да, Никитенко если не побеждает, то изматывает. Но пока побеждает. Да, такой-такой куча там дамага он в себя принял. То есть выражаться геймерским языком. Ну и стоит, стоит, выматывает оппонента. Двух уничтожил. 2 минуты 40 секунд у нас осталось. Ох, какой мощный удар. И что, и третьего Никитенко сейчас сможет срубить. Настоящий панчер. Просто настоящий панчер. Такой, один выстрел, одна победа. Просто усыпляет бдительность соперника. Ну да, он удары принимает на себя, казалось, уже плывет. Только князь в даче чуть-чуть расслабляется, но такая вот сразу колотуха прилетает. Но если ты не успел защиту поставить, то все до свидания. Удар, конечно, просто очень мощный. Ну вот решил Князев идти в атаку. Никитенко вообще не потрясен. Но просто, конечно, устал. Сколько он ударов готов выдержать, я не понимаю. Он устал, конечно, безумно. И снова опять это колотуха Никитенко в бою. Принимает и бьет, принимает и бьет, и опять бьет. Да что же это такое? Страшенные удары абсолютно у Никитенко. Как он сохраняет силы к третьему бою? Если он сейчас нокаутирует третьего соперника, ну, я не знаю. Это самый, да, главный герой будет сегодняшнего вообще турнира. А он сейчас это сделает. Отпустил он немножко Князева. Да, такими темпами, я думаю, что у Виктора Колесника просто не увидим, к сожалению, на этом турнире. Он третий в своей команде. А тут Никитенко один за всех готов, по-моему, отработать. Не было попадания сейчас. Вот так, подскользнулся немножко Князев. Бэкфист от Никитенко. И вот опять эти крюки страшенные. Его главное оружие – апперкот. Лицо и удары Никитенко напоминают какие-то кадры из фильма. Такое ощущение, что он уже 15 раундов. На самом деле так и есть практически. Ну да, это шестой бой Никитенко на турнире. Да, практически каждый по 5 минут. И шатает, шатает над Князево этими ударами. Сумасшедший дом, конечно. Николай Никитенко опять что делает. И сбивает он просто Князево. И звучит горд. Вот, похоже, да. Никитенко – это, конечно, открытие этого турнира. Сразу же. Да, отпускает. Николай Никитенко 6-0. Выжил он с Тормопала. Просто человек, который один против всех просто. Ну и остается Илья Чернов. Против него выходит Максим Логинов. Да, Илья Чернов еще не повержен сегодня ни разу. Но против него такие вот три монстра стоят ударных стилей. Максим Логинов, Виктор Колесник, Илья Фрейманов. Что я не знаю, какое чудо нужно совершить Чернову. Вот если бы сейчас Никитенко стоял в ринге против трех бойцов из Кузи, я бы еще поверил в чудо, наверное. Что это? Да, Никитенко свое чудо уже сотворил. Да, 6 боев, 6 побед. Если есть тут какие-то отдельные бонусы лучшему бойцу, там приз какой-то, чемпионский отдельный поезд, то было бы, конечно, его Никитенко справедливо вручить. Человек, который сделал вообще просто все. Да, полуфинал прошел без него, но... Но, дорогие друзья, это главный листов Черногофинала и главный боец финала. Если, конечно, сейчас Чернов не совершит апсет года, не вынесет трех бойцов в Кузне, каждый из которых титулова, не его. Кобец МВП сегодняшнего турнира определен. И что же, Чернов, да, за весь Учкур, за весь Челябинс сейчас. Бьется он против Кузне. Хорошая, хорошая серия пробивает Чернов. Да, попал, попал Чернов. Потрясает он Догинова. Да, очень интересно, какие, конечно, мысли в голове сейчас у последнего оставшегося бойца. Понимает он, что за спиной уже никого нету. Перед тобой три супертитулованных ударника. Мне кажется, надо просто на институтах драться, отключить все мысли. Все, что учили просто, все, что должно, ярость какую-то врубить. На технике, потому что ты этих троих ты не перерубишь никогда. Один. И при каких раскладах? Ну, какая-то запредельная агрессия, самоотдача, где-то немножко везения. Да, пока равный поединок. Ну да, поединок равный, согласен с вами Роман. Ну, вот кое-где, чуть-чуть поточнее, все-таки Чернов. Не то, чтобы мы болели здесь за кого-то, но все-таки хочется финал упорный увидеть. Стоп, 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 внимательно. Внимательно. Бой! Давай, давай, Марк. Внимательная коряга. Основный, вот еще. Подними. Правый. Сюда, сюда, сюда. Сюда, и вот. Да, и шелухи. Давай, давай, давай. Да, если сейчас Илья Чернов победит в этом поединке, то, конечно, на монстр он выйдет. Да, да мы хотя бы колесника увидим. Старается, старается Чернов. И чашу Лисов склонить свою пользу. Идет он в атаку на последних секундах. Несколько хороших, мощных оплюх отвешивает он своему оппоненту. Давай, давай, давай. Стараются бойцы клуба Куркин подсказать своему товарищу что-то. Видимо, хотят они здесь и сейчас все закончить, чтобы Максим Логинов красиво и разгромно завершил этот поединок. Но с этим не согласен Илья Чернов. Может быть, мы увидим комбайк сродни тому, который сотворил Михаил Дорошенко. И даже это будет даже круче, потому что Дорошенко двоих сумел вывести. А Чернову предстоит драться с дремя. Старается команда «Стоп». Несколько секунд пока, чтобы перевести дыхание. Хорошая бой, что удается Чернову. Старается ему отвечать Логинов. Видимо, что и Фрейманов, и Колесник, они всей душой в этом поединке, они разминаются вовсю. Понимают они, что есть такой вариант, что им придется менять Логинов. И приземный, конечно, к нашему, к нашему, мальчистку Бакузне. Итак, Гонк, ну что же, все в руках судей. Чернов против Логинов, и Ушпусне, и Кузне. И тогда удается, удается Чернову элиминировать Логинов. И сейчас мы наконец-то увидим Виктора Колесника. Это очень известный боец смешанных единоборств. Многократный чемпион России по АРБ. Вы знаете, вот в М1 в промоушене, он выступает весе 65 килограмм. А здесь мы видим, что он обнаграл. Видимо, специально для этого турнира. И килограмм так все 80, а то может быть и даже 85. И так он бодро начинает этот поединок. Обрушивает на своего оппонента сразу же. И логики мощнейшие. И логики. В своем трайнем бою с промоушеном М1, он лоутиками, умудрился ногу сломать своему оппоненту. Поэтому вы понимаете, что сейчас сам монстр вырвался против Ильи Чернова. Но тому ничего не остается, как мужественно терпеть эти удары, идти вперед, надежды свалить Николая Колесника. Старается его зарядиться. Прочувствует свою оппоненту, зарядиться на одну атаку. Удаётся ему поджать Колесника в угол. Доравиктор тут же из ног вырвается. И отправила... С одной стороны, вроде и хочет ворваться с боем и правилами. Правилами это запрещено, и пока ему нельзя биться. Ждёт он в своей очереди. Может случиться и так, что удастся. Чернову совершить чудо, и тогда мы увидим финальную битву между Фреймоном и им. Колесник наносит бэквист, но приходится он в защиту. И тут же Чернов старается его на ошибке поймать. Наносит несколько боковых. Уже был удар внизу пояса. Колесник восстанавливается. Видим. Этой паузой пользуется Чернов. Чернов пытается убрать силу. Ну что ж, это финальная схватка, дорогие друзья. Решивается здесь и сейчас. Здесь последних сил Чернов пытался пробить в печень с разворота. Колесник все видел. Отбадривает, подбадривает бойцы клуба и шкурсовые товарищи по команде. И это придаёт ему ещё немного силы идти вперёд. Колесник после такой вот кавалерийской атаки вначале немножко стал более расчётливо в вискиболье. Понимает, потому что Чернов не удалось его срубить на первых же секундах. Отличный, отличный удар с разворотом. Но приходится он в защиту. Две минуты прошло. Две минуты прошло. Много объема. Браво, я пришло. Немножко непривычно человека, который в 65 выступает в М1, видит, да, здесь вот это практически в самой категории до 90. Видно, что не так он прямо быстро, потому что немножко лишнего веса есть. Но мощь при этом вся при нём. Все удары его очень жёсткие. А Чернов уже бьётся просто из последних сил. Ну, у него весь... Получает себе в голову. Но у него есть расчёт теперь только на то, чтобы если он попадёт Колеснику так, что Колесник упадёт. А я не помню таких людей, кто был Колесником поверх, какими-то встань. Нет, ну я вам скажу, если Чернов просто достоит, это... Ну да, это тоже достоит. Это второй для него поединок, вторая пятиминутка. И если он её достоит против Виктора Колесника, это, конечно, более чем достоинно. Да, очень много, очень много бойцов с характером, именно мы увидели сегодня на Тормопау Дим Томбан. Нет, воинов настоящих, Соколёвных, отважных. Соколёвных, отважных. Последние минуты этого боя, вот пытается Чернов активизироваться. Здорово уходит от удара Чернов. Ну что, сейчас всё решится. Сможет ли Чернов по что-то сделать? Безумно устал, конечно, измотан, избит. Это был настоящий марафон сегодня. Свертушки бьёт Колесник и сбивает своего оппонента. И совпадает этот дуар с ударом гонка. Ну что, дорогие дорогие, думаете, что всё ясно? Продолжение следует... Сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Всё, спокойно, спокойно. Защита! Нога же держит. Разглаживай. Переваживай. То вы любого человека... Вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok